Празднование дня образования подразделения ОМОН начинается с торжественного построения. Отряд особого назначения дислоцируется на курорте уже 23 года. За это время подразделение показало свою высокую эффективность, мужество и профессионализм бойцов. За образцовую службу в самое тяжелое для города время подготовки и проведения игр лучшие сотрудники получили очередные звания и почетные грамоты. Семь лет мы готовились к этому мероприятию и подошли с определенным опытом работы, багажом, который накопили в этот период. Все равно олимпийское наследие нам оставило олимпийские объекты, на которых сейчас проводятся спортивные мероприятия. Мы также продолжаем обеспечивать безопасность и жителей, и участников всех соревнований. Традиционно на торжественное построение приходят члены семьи сотрудников подразделения. Мария Мозгова с дочерью Кирой впервые пришла на этот праздник. Ее муж в рядах ОМОНа только год, но им уже пришлось пережить расставание на несколько месяцев, ведь бойцам часто приходится выезжать на военные и учебные командировки. На три с половиной месяца. Вдалеке, в мальчике, от семьи было тяжело. Так, в принципе, все устраивает, все хорошо, интересно, служба, то есть нет такого однообразия. Каждый день что-то новое из-за этого интересно. Конечно, нервничаю, конечно, переживаю. Но как бы всегда возвращаются. Пусть так и будет. В завершении праздника гости мероприятия могли познакомиться с боевой техникой и оружием. Все желающие могли подержать в руках снайперские винтовки, пулеметы, гранатометы и сфотографироваться на БТРах и Тигре. А также увидеть основные технические приемы работы бойцов на высоте. Кстати, бойцы ОМОН показывают хорошие результаты не только при выполнении заданий, но и в спорте. Недавно сочинский отряд получил первое место за стрельбу из боевого оружия в рамках соревнований сотрудников МВД по Краснодарскому краю. Татьяна Нагорская, Демидь Даниловский, телекомпания ФКТ.